Про эту территорию давайте еще, Александр Александрович, расскажите. Здесь, значит, у нас две бочки заправочных с дизельным топливом, там две с бензином, вот, которые мы заводим, всегда у нас не было проблем, солярные, свои, они как бы закрыты всегда, без испарений, без всего. Дальше у нас слесарка, находятся два склада, ну и двухэтажное общежитие. Здесь ангар, ну он не просто ангар, мы их соединили два, то есть был у нас один ангар, и мы его просто продлили и сделали второй. Конечно, наши ошибки, ну тогда никто не подскажет, не сразу становишься строителем, ошибок много, там делаешь, шишки наливаешь. Если бы мы его сделали перпендикулярно, вот как он сейчас стоит, нам бы меньше тут тоже, опять же, привозить земли, надо было выставлять. То есть у нас тут перепад, вон какой получается, тут практически на ровном, а здесь поднимать. А, ну да, поднимать там, на метр похоже там. Да, поднимать. А если бы так сделать, поэтому строить ангары очень легко, мы все строили сами, никогда никого не нанимали. Листы, вот, он был вообще ангар, шел, черный метал, лист такой, где-то 7 метров 80 на метр, или на метр 20 такой, ну черный. И он был холоднокатанный метал, наверное, он поэтому без термообработки, то есть при закручивании какого-нибудь шурупа там он лопался. То есть дыры такие, то есть вроде ангар стоит, а он как решеток. Вот такое поставляли. Потом сейчас... Ангар это для хранения? Для временного хранения. То есть, сейчас вот можно заказать все. Вот мы этот ангар сделали из трех листов. Три листа. Шнурку кинули, длину определили, заказали три листа с наглёстным, с небольшим, там 8-10 сантиметров. Потом заказали, типа крана какой-то, японец. У него две стрелы. То есть одна стрела подымает, на второй сидит в люльке сварщик. Мы вставили эти вот, выставляли, натягивали тросом, тросом их подымал одной стрелой, в другой сидит сварщик. Он их там кое-где проваривал, схватывался и всё. Буквально за один день мы его поставили, а потом за неделю, наверное, его... То есть вот эти вот ангары, которые вот поставляют, и кто-то там деньги просит за то, чтобы вот его установить и всё. Буквально, если бы мне там дали, вот такой ангар ставить за неделю. За неделю абсолютно. Поэтому ничего сложного, просто подумать, сидеть как-то и что. Ничего сложного, когда своих ошибок уже сделал много. Да, да, это тоже. Тогда уже становится ничего сложного. Это точно, да. Ангар очень удобен в качестве временного хранения. Длительный конец хранения. Он из-за того, что он такой полукруглый, есть минусы, но есть и плюсы. Здесь мы храним временно и пшеницу, и горчицу, и чеснок, вот когда перебираются, и вообще какие-то от дождя, если надо укрыть, какие-то мероприятия всегда проводим. То есть он нас выручает всегда. Здесь домик, здесь столовая, и здесь отдельно у нас живут механизаторы приезжие. То есть они не живут с другими людьми, которые заняты там на полевых работах или ещё на чём-то. То есть они отдельно спят, они отдельно там утром встают в своё определённое время. То есть не то, что там с 8 до 8. То есть они могут встать там в 4 утра, похватку доработать там до 10, потом днём лечь спать, да, вечером снова там выйти. У них свой как бы график. Построили здесь вот это будущее столовое. Тут из-за того, что как бы и спят они, и там ещё складик для продуктов, ну как бы неудобно. Поэтому сделали вот сейчас отдельную. Вот её теперь вот надо покрыть, окна вставить, всё. Потом построили боксы. Сначала был один, но штробы выпускали всегда. Потом второй, опять штробы выпустили. Чтобы можно было пристраиваться, да? Третий, да, и всё время в ваш город, всё, больше не надо, больше не надо, больше не надо. Но всё равно выпускали. Выпускали. Да, и вот последние два без штроб. Надеемся, что это всё, последние всё, нам больше, я думаю, достаточно. То есть вот в этих ангарах стоит техника? Здесь стоит техника, здесь же возможны у нас тоже также и горчицу в мешках там держим, там что-то там, машина для прошивки. Даже бывает там, там сортируется, две сортировки стоят, сортируется, зав работает, СМ-ку негде поставить. Даже и сюда. СМ-ка это что? Это МС-ка. Раньше была СМ-ка, семиотчестная машина, СМ-4. Потом её немножко подмодернизировали, переставив там один элеватор, и стало МС-4,5. Сразу производительным тут курором, непонятно, она сейчас выросла. Понятно. Ну, как бы, как вот они были, а-ля 70-е годы, только там были, допустим, деревянные лотки, стали железные. А так вот ничего не помню. То же самое, ход в подбор, стройка была крытого тока. То есть, обычно, как вот, сортируют всё на улице, всё, но из-за того, что бывают погодные условия, там не дают возможности работать. А вот надо. То же самое. Сами залили столбики, затупили металлопрокат, металлопрофиль, всё разметили. Сварщик у нас хороший, всё сварили, сами всё накрыли. И желоба сделать для отвода воздуха. Ну, когда готовимся, как уборочные, то вот такие вот шноры делаем. Пешки с песком, как бойниц, как в войну. Да, вот я хотел спросить, то есть, для чего они? Пешки с песком. Ну, как бы, чтобы косой дождь такой вот, крыши, допустим, падает. Чтобы ветра не задуло. А, не задуло туда, да. Вот лишний раз там отвод с такого, отвода сделали. Ну, пока примитивный, но работает. Ну, да, да, да. Ну, на время уборочных, у нас тут местные, тут есть, деревенька, но мы, как бы, это всё предупреждаем, что территорию хозяйства не заезжали. Поэтому выставляем там знаки. То есть, когда вводим зерно, там пшеница, ячмень, горчица, или ещё что-то такое. То есть, все работы ведутся у нас. По телеку? Там стоят санкеровки. Мы немножко, как бы, вот сделали для того, чтобы больше, лучше очистить зерно, мы очистители ворожка поставили рядом с приёмным бункером у ПСХМ-ки. У нас наверху стоит пневматическая санкеровальная машина, производитель с 25 тонн в час. А это тот самый ангар, который поставили за две недели. Да. По периметру здесь, в одном части, по периметру мы сделали из бетона, полкирпича. То есть, чем он вот нехорош, допустим, этот ангар? Если бы он был прямоугольный, и стены были мощные, то есть, можно было высыпать. А он, это полусфера, как бы сказать, и когда высыпаешь зерно, он обязательно это железо выдает своим весом и потечёт на улице, и всё. Вот сделали по периметру, так сказать, бетонный такой заборчик. И теперь высыпаем, ну, практически, вот, высыпается вот так вот, куча. В этот ангар можно, ну, практически, полурожая там засыпать. Я так, кажется, тоже так же, временное удобрение можно завести под крышей всегда ставить. Ну, понятно, да, то есть, для всех нужд. Это первичная очистка, да. То есть, вот это мёртвые, можно сказать, мёртвые отходы. Это просто отходы, которые ещё можно доработать. Там уже чистая горчица. Вот, после этого, как вот отсортировалось на решёток, мы ставим сортировки, прям непосредственно направляем в приёмный бункер. Их две шкурки вот ставим. Одна с этой стороны, одна с этой стороны. Машины приезжают, высыпают зерно от комбайна и уезжают. Они сортируют прям сразу в бункер. В бункеры нори подаются уже на пневмосортировальную машину. Мы запустили его в 2010 году. Как раз была засуха в 2010 году, и мы осенью его запустили. А летом у нас здесь, мы заливали воду и использовали как бакейн. Ну, не ряду, я сюда. Тут я так понял, что единственный центр цивилизации, да, где тут дети бегают, да. А сейчас эта вещь, какая-то красивая женщина. Выходи, выходи. Давай, сейчас, давай, шопу. Вот, вот, пожалуйста. Хотел сказать, это мой секретарь. Здравствуйте. Я здесь. Здравствуйте. Рассказывай. А это наши учёте, как бы, кто ведёт наши сведомости по расходу дезтоплива, нормы для работы. Я посреди за таким процессом по левому. Звать её Яны. Жена нашего управляющего. Папа, папа, вы что-то. Спрятался? Папу давайте. Красавица, красавица, красавица. Вот управляющий, да, вот это вот. Я говорю, что это место с урожай, наверное. На всю округу, где жизнь бьёт ключом походит. Мама, мам, пойдём тогда, ты сюда вставай. Ну что, поедем тогда? Поедем. Мы как-то управляющий, да, это вот человек, мастер. А мы так, чё.